предлагаю вам поговорить о декоре свекспрайс давно покупала надеюсь вы это все найдете и посылочка и херп ко мне пришла пытаюсь я делать последние заказы не знаю как получится не могу все-таки так быстро отпустить эту тему и какие-то еще распаковки будут не знаю закончится ли это быстро либо я буду продолжать заказывать беларусь я заказываю через голубую белку это посреднее все приходит в течение месяца дороже получается в два раза стоимость за доставку по остальному же цена и принцип не меняется мы всегда заказывали через посредника поэтому для нас ничего нового в основном то что я сейчас заказываю те посылки которые они идут это проверенные продукты об этом я думаю что вам расскажу в отдельном видео пусть будут и запасы только то что проверенное то что очень необходимо это что я очень сильно люблю конечно со сроком годности я слежу чтобы запасы не набирать впрок но еще раз повторюсь она эта посылка это а может быть еще несколько будет в одном видео достойным отдельного выпуска поэтому ожидайте начинает мой взор покупок фикс прайс это вот такая татуэтка давида классическая скульптура которую рисуют практически все студенты которые хоть как-то были связаны с художественной школы и вузом и конечно вот такие гипсовые голодовые это немножко и ностальгия и признак причастия к этому всему поэтому для меня это чисто символическая такая вещь которую я очень хотела чтобы была у меня в доме при желании рисовать голову при желании рисовать портреты хоть она и в уменьшенном виде все равно здесь достаточно отчетливо все видно и восстановить все в памяти не составит труда конечно есть здесь не внушает деформация лица настоящий давид так не выглядит но в профиль вполне себе приличный а вот эта декоративная плоская ваза появилась у меня не сразу возможно тогда когда уже их все разобрали потому что сомневалась я по поводу очередной 100 тысячной вазочки у себя в доме и и функциональности рациональности конечно форма очень интересная и будет занимать мало места в вашем интерьере украшены с помощью различных сухо цветов и в самостоятельном виде это тоже имеет место быть случайно мне освободилось одно место в квартире где я подумала что это вазочка прекрасно впишется все-таки экологичность и эко тематика в декоре она не может оставить меня равнодушной поэтому я иногда такие вещи покупаю но пока все подобные покупки под запретом потому что уж очень много подобных вещей скорее этой осенью я хочу обратить ваше внимание на красивую природу на то что мы можем не покупать а чем можем наслаждаться это прекрасный желтый листвой осенними дарами вот у нас очень вкусный виноград в этом году созрел и это все так прекрасно и так удивительно что когда ты погружаешься в мир того что дает нам действительно природа отбрасываем материальное ты не зацикливаешься на вещах на каких-то покупках и хочется вот именно это вам показывать хочется именно это вам рассказывать что только природа приносит нам силы желание творить желание развиваться и кстати о развитии сейчас я осваиваю новый навык я очень хочу научиться шить скорее новые забыто потому что косвенно шитье всегда было со мной но мне очень хочется делать это профессионально я отправилась на курс укройки и шитья и мне очень нравится потому что это то что дает сейчас мне большую энергию и то что меня вдохновляет хотя отнимает много времени мне очень нравится обучаться это не онлайн школа эта школа стандартная классическая вы выходите на занятия я такой приверженец старого обучения старой школы для меня только такая информация воспринимается по идее сейчас должна быть реклама каких-нибудь курсов но нет я ничего не рекламирую потому что я сама не люблю очень сильно рекламу блогеров я ничего еще раз повторюсь вам не рекламирую а делюсь просто какими-то приятными моменты так вот в этой школе мне нравится все где я сейчас занимаюсь и надеюсь что каждый из вас вот так же найдет то направление чтобы отвлечься и переключиться от тех страшных событий в которых мы с вами все оказываем сейчас и на которые мало можем влиять я считаю что нужно максимум себя занять тем что тебе нравится вот сейчас вам показываю прошивка шива шапок очень нравится мне получила шапка теплая из флиса показываю швейные машинки класса даже купила уже себе заранее 4 журнала прошерстила все которые хочу это знаменитый журнал бурда или бурда не знаю как правильно но суть в том что здесь находится конкретно в этих номерах для меня интересные модели и его выкройки которые я бы в будущем хотела либо совершенствовать либо отшить так как есть в общем посмотрим как получится более покупать не планирую справиться хотя бы с этим за все это время что отсутствовало было несколько покупок одежды это сейчас минимально существует в моей жизни в принципе покупки в том числе и одежда поскольку я привязываюсь мне к материальному и даже желание особого нет все это тащить в мой дом возможно в этом виноваты внешние обстоятельства возможно мои личностные внутренние возможно литература которые я сейчас читаю мне очень интересны книги по избавлению от различных вещей которые засоряют наше эмоциональное состояние и вот книжка которую я могу посоветовать если отбросить здесь скажем так боль стиль написания который мне не очень близок а именно стиль такой в котором автор очень сильно себя хвалит и рекламирует свою книгу через рассказы о каких-то людях которые существуют либо на самом деле либо в голове автора которые якобы восхищены и и методикой то в целом информация полезна потому что заставляет нас задуматься а также выбросить пол квартиры либо продать как в моем случае декора каких-то ненужных вещей которые на самом деле не греют ваше сердце а просто захламляют ваше пространство вашу территорию не дают воздуха подобных книг я читала очень много это привлекательно каким-то наверное интересным подходом потому что связь происходит напрямую через эмоции через какую-то психологическую привязанность и действительно избавление от многих ненужных вещей приносит нам облегчение поэтому книжка абсолютно недорогая если найдете где-то можете почитать как сейчас осень время уюта время когда наступают холода и многие из нас сидят дома я обзабелась случайно совершенно вот такими нашими белорусскими журнальчиками которые тоже буквально стоят в районе двух рублей и кстати они продаются по-моему даже на валберес но я вам очень советую просто прекрасные выпуски я никогда такого плана не покупала вещи но они настолько полезные содержательные и если смотреть вот эти вот все популярные книги о питании о рецептах мне кажется вот эти журналы даже сильнее чем огромные талмуды потому что в них настолько простые рецепты из доступных абсолютно ингредиентов по своему вкусу уже каждый может заменить муку к примеру на пп муку сахар на литролы там стевию рецепт абсолютно доступно нет никаких пунктов где вам хочется сразу же закрыть рецепт потому что понимаете что составляющую нужно искать неизвестно где и действительно интересные вот меня привлекли пармиджан абсолютно простой итальянский но очень вкусный рецепт баклажан с помидорами и сыром которые просто обжариваются запекаются здесь есть и пачковые такие слоеные запеченные пирожные овощные и есть очень много вот выпечки не сладкой выпечки морковного тортика который сейчас очень популярен здесь он абсолютно из доступных ингредиентов опять же рецепт представлен вам советую к приобретению а тем кто в беларуси и не живет еще раз говорю я их нашла кстати сначала на валберис потом пошла в киоск и купила у нас потому что у нас это значительно я уже знала будет дешевле на валберис очень дорогая вот эта вот литература которая не российская к примеру так как это российский маркетплейс а то что российская наоборот там дешевле чем к примеру в наших магазинах к примеру та же одежда у нас сейчас стоит каких-то басно основных денег даже одежда в масс-маркет вот к примеру я незаметно зашла в Тараново померила вот такое прекрасное пальто серо-голубого цвета этот цвет я в последнее время просто очень люблю и помешалась на нем пальто конечно не взяла потому что оно не село но стоимость этого пальто где был самая дешевая всегда вещь в районе 120 белорусских рублей когда на валберис гораздо есть качественная одежда за эту цену я же в прошлом году примерно в эту же цену купила просто шикарное пальто зеленого цвета я оставлю ссылку на тот влог кто не смотрел великолепно носится в составе шерсть просто идеальный покрой посадка российского производителя здесь же Китай откровенный который не держит форму кроме красивого цвета в этом пальто нет ничего он смотрится очень дешево но цена просто для этого магазина мне кажется очень велика и в других магазинах дешевых просто цены космические и на валберис конечно тоже цены есть разные но я стараюсь ловить именно тот перепад цен который называется скидки на распродажи в конце сезона это действительно непридуманные скидки просто продавцы понимают что в течение года они не продадут больше к примеру летнюю вещь это будет очень сложно сделать поэтому цены снижаются а к лету например на летний ассортимент завышаются и вот мое единственное летнее платье в этом сезоне было куплено в сентябре оно такого очень приятного для меня сейчас серо-голубого цвета сейчас цепляется мой глаз всегда за этот оттенок посмотрите какой он женственный какой красивый силуэт какое великолепное сочетание принтов платья и для меня это просто восторг здесь также приятная ткань вискоза оно по характеру мое и необычное какое-то такое действительно летнее летящее будет ждать следующего сезона и летом это уже кадры я вам показываю с примерки по-моему в начале августа я посмотрела вот такую шубку стоила она в районе 60-70 по-моему белорусских рублей конечно сейчас это просто газочная цена потому что сезон а в другие вот времена можно найти и такие цены на валберес мне кажется больше наверное мало где в нынешних условиях это такое пальто легкое но за счет вот этого меха я люблю мягкие текстуры очень приятные актильные для меня это важно не все мне нравится в посадке этого пальто но давно хотела что-то подобное и цена была просто сказочная поэтому тоже с удовольствием сейчас ношу оно теплое в составе по-моему 40% шерсти для сравнения недавно я зашла в белорусские магазины это очень качественные хорошее изделие верхней одежды и вот такой светлая портишка померила тоже мягкая тоже приятная но в ней не было капюшона а я шапки не ношу поэтому для меня верхняя одежда принципиально должна быть с капюшоном сидит оно намного лучше по посадке и конечно оно выглядит дороже и более качественно но цена где-то 150-170 долларов конечно против 25-30 долларов которые я дала за шубку на Валбере эта разница была очевидна более что эта вещь скажем так не каждодневная это вещь которую вы одеваете по настроению вот я хотела именно такого светлого цвета верхнюю одежду выбор стал очевиден в пользу шубки на Валбере я тоже на Валбере смирила вот такой свитерок в районе 30 белорусских рублей приятная цена и я люблю такие длинные свитера платья это был акрил им совсем не понравился цвет вот я даже приложила серо-голубой оттенок платья и сравниваю его со свитером насколько для меня намного выигрышнее смотрится оттенок платья на мне чем вот такой чистый голубой оттенок поставила я его для другой девушки который наверняка ей подойдет больше чем мне не выкупала и плюс в нем есть какая-то знаете не то чтобы колкость но жесткость для меня вот обязательно если то что я ношу без майки что соприкасается напрямую к телу должно быть процентной мягкостью обладать и кстати посмотрите на вот эти милые детали милых вообще не бывает насколько приятные слова и приятная этикетка когда вы покупаете такое изделие как что-то уникальное, универсальное созданное специально для вас и заканчиваю я запись этого видео с таким прекрасным, сытым, довольным рыжим котом в моем любимом календарике с живописными картинками кошаков надеюсь ваш сентябрь и ваша осень будет такой же уютной, домашней, теплой и довольной как это прекрасное изображение вдохновения вам и прекрасной осени в следующем и в следующем